Финальная точка волейбольного сезона была поставлена 8 мая под куполом Суходольского спорткомплекса «Олимп». Там состоялись решающие матчи розыгрыша Кубка Сергьевского района. Напомним, в чемпионате 2021 принимали участие 7 команд. По итогам двух кругов чемпионом в очередной расстал нефтяник. Дружина Андрея Паймушкина не проиграла ни одной встречи, снова доказав, что является сильнейшей в районе. Серебро чемпионата «Газовика» бронзу «Молодежки» новой команды, впервые принимавшей участие в турнире. Кубок был разыгран по замысловатой системе. Шесть коллективов, за исключением нефтяника, играли четверть финальной матчи. В итоге их победителями стали «Газовик», «Молодежка» и «Инвест». После чего организаторами было принято решение провести так называемый «финал четырех», определить сильнейшего в один день. И вот в минувшую субботу квартет сильнейших команд района сошелся в сражениях за трофей. Матчи проводились на двух площадках. Сначала были сыграны полуфиналы. «Газовик» встречался с «Молодежкой», которая в этот день была несколько ослаблена. Павел Кудряшов, один из лучших игроков команды, выступал за «Газовик». И его действия в том числе помогли «Газовикам» выиграть в двух сетах. На другой площадке «Нефтяник» выяснял отношения с «Инвестом». Здесь преимущество действующего чемпиона выглядело более чем очевидным. Волейболисты в желтой форме сумели в двух партиях склонить чашу весов в свою пользу. В игре за бронзу «Инвест» и «Молодежка» выдали интересную битву. «Инвестовцы» показали, что для них выход в финальную пульку не тот результат, после которого можно почивать на лаврах. «Инвест» выиграл своего более сильного соперника, сотворив сенсацию. А вот финал стал ярким украшением не только нынешнего одновдневного турнира, но и, пожалуй, всего волейбольного сезона. Волейболисты «Газовика» уже несколько лет мечтают одолеть «Нефтяников». Два года назад в Кубке сделать им это удалось. И чтобы доказать, что это была не разовая акция, игроки в голубой форме настроились на игру по максимуму. Однако и для «Нефтяника» эта встреча носила сверх принципиальный характер. Андрей Паймушкин, Денис Павлов, Роман Яровой и другие игроки чемпиона выдали 100% своих возможностей. Инициатива переходила то к одним, то к другим, и нельзя было сказать, кто же в этот вечер однозначный фаворит. В первом сете «Нефтяник» сумел дожать оппонента в концовке, причем «Газовиков» подвели собственные ошибки, а также выяснение отношений с арбитром. Во второй партии «Газовик» лидировал, но также упустил инициативу на флажке сета. Победа «Нефтяника» 2-0 и команда завершает сезон дублем. По окончании состоялась церемония награждения, были вручены награды за чемпионат района, кубок за третье место в областной спартакиаде у мужчин, а также трофей за победу в кубке района. Сезон под крышей для волейболистов завершен, теперь у игроков впереди небольшая пауза, после чего они выйдут на песок. В этом году в планах у организаторов провести масштабный чемпионат района по пляжному волейболу. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Тем более вообще, это же никто не помнит. В полгазу не заиграем. Ну да. Пойдем в общую фото, ребят, сделаем все команды, все участники.